В столице Заполярья прошло первое заседание комиссии по наградам при губернаторе Ненецкого округа Александре Цибульском. Состав комиссии был сформирован из представителей власти региона, органов местного самоуправления и общественных организаций. О каких наградах шла речь и как подать пакет документов рассказала моя коллега Наталья Дуркина. На сегодняшний день через комиссию по наградам проходят кандидаты, претендующие на почетные знаки Ненецкого округа. Сюда относятся медали за особые заслуги перед округом, родительская слава, почетная грамота, почетное звание почетных гражданин Ненецкого округа, юбилейные медали, знаки отличия, за безупречную службу, трудовая доблесть, а также 25 профессиональных почетных званий. Решение о награждении принимается коллегиально на комиссии. Выборы было сделать очень сложно. Огромное количество людей и все, абсолютно все достойны, либо носить звание почетный работник геологии, почетный работник культуры, или быть награжденным медалью родительская слава. Но есть критерии, по которым мы выбираем людей, которые будут награждены. И, конечно же, мы смотрим на то, какой трудовой стаж у человека на территории Ненецкого округа. Очень сложно работать здесь, в наших климатических условиях. И малейшая заслуга – это уже огромная заслуга. Для того, чтобы получить награду Ненецкого округа, необходимо собрать определенный пакет документов, который опубликован на официальном сайте окружной администрации. А именно, перейти в раздел «Кадровая политика», затем «Награды». Либо обратиться по номеру телефона 238-29. Сейчас уже определены кандидаты 2020 года. И идет прием документов на 2021-й. Всего у нас было подано порядка 70 пакетов наградных документов. Ну и по установленной законодательственной квоте почетную грамоту у нас получат 20 человек в этом году. К почетному званию почетный гражданин округа будет представлен один человек. И медалью будет награжден также один человек. Всего 22 человека. Также на комиссии были рассмотрены заявки от кандидатов, претендующих на награду «Родительская слава». Так как определенной квоты нет и все семьи соответствовали параметрам, все они прошли отбор. Добавлю, торжественная церемония награждения жителей округа намечена на 12 июня. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов, Телеканал Север.